Шаг вперед, два шага на месте, шаг назад. Классический свадебный вальс под любимую композицию молодых. Что может быть прекрасней? Для второго занятия с хореографом будущие молодожены вальсируют очень даже неплохо. Я считаю, что классический свадебный танец, это нельзя убирать из свадеб 21 века. Это просто, не знаю, вот без свадебного танца, это как день рождения без торта. На самом деле приходят пары, которые говорят, нам не нужно ничего медленного, вот этого вот, зачем нам, чтобы эти слезы, сопли, да, грубо говоря. Нам нужно что-то быстрое, что-то типа флешмоба, давайте вот такое сделаем. Я говорю, ну, постойте, давайте сделаем минутку классического свадебного танца, а потом уже вы сами посмотрите. И были такие люди, которые вообще наотрез потом отказывались от чего-то быстрого. Анастасия Середенко раньше никогда не занималась танцами и во всем полагается на любимого человека. А это в свадебном танце главное. Михаилу повезло больше, чем его невесте. С основами классического вальса он уже был знаком. Было интересно, ну, в танцевале. Потом это все забросил, ну, вот, скоро свадьба, надо показать себя на достойном уровне и не ударить грязь лицом. В свадебный танец обязательно входят, так называют первый элемент. Обычно это завязка или приветствие. По сюжету чаще всего романтическая встреча влюбленных. Потом только сам вальс и финальная поддержка. Ну, первое занятие было, как бы, конечно, необычно, сложно, может быть. Ну, а сейчас, думаю, будет полегче. Вот. Ну, нам на первом занятии рассказали первые движения, как правильно двигаться, как правильно держаться. Стандартный свадебный танец длится в среднем 2-3 минуты. В этом деле важно желание двух сторон. У Татьяны бывали случаи, когда женихи после нескольких занятий категорически отказывались танцевать на свадьбе. Я вижу его испуганные глаза, и я начинаю говорить, вы не переживайте, потому что в основном акцент я делаю именно на девушек. Да, девушки у нас принцессы, у них диадемки, шикарные платья, и все-таки больше акцент на девушек. Он все равно испугался, и в результате он ушел. За постановку классического свадебного танца отдадите 9 тысяч рублей. 5 занятий – это минимум. Если вы не определились с музыкой для танца, вам ее без труда подберут. Ребятам стоит, конечно, еще ходить занятий 6-8, то есть, конечно же, это для каждого индивидуально. Кому-то можно и за 5 занятий поставить великолепный свадебный танец, но кому-то и 10, и можно еще заниматься дополнительно. Давай ты ее вокруг... Да, вот это, вот это. Это тоже постановка танца, и тоже свадебного. На смену традиционному вальсу к нам из-за границы пришли шуточный рок-н-ролл, страстная танго, хастл и свадебный РНБ. Мы делали, например, танго аргентинское, то есть, очень такие страстные постановки. Бывает, что на тему рок-н-ролла это все ложится, и даже невеста в свадебном платье может очень динамично прыгать вместе с партнером. Сейчас еще очень часто стараются скомбинировать. То есть, здорово, когда есть медленная часть, есть романтика, любовь, вот это все, и добавляется вдруг неожиданно какая-то очень динамичная часть. То есть, музыка сменяется на быструю, и тут уже веселье, могут подключаться гости. Такие постановки похожи больше на театрализованное представление. Сюжет продумывается заранее. Сергей и Лидия сегодня обыгрывают в танце свое знакомство. По легенде, молодые встретились в клубе, и тут понеслось. Танцевать в подъюбнике и на каблуках дело непростое. А кто сказал, что будет легко? В студиях и школах танца за постановку отдадите 7 тысяч рублей. Сергей и Лидия, кстати, ни капли не жалеют, что отказались от классического варианта. Если добавить какие-то интересные элементы, там, веселье или что, это добавляет обширности и более интересные и присутствующим, те, кто смотрит на нас и так далее. И так же, как вот, ну, бывает, что сейчас модно флешмобы, да, то есть, пожалуйста, где-то к середине там может присоединиться кто-то и вместе с нами потанцевать. На самом деле, просто мы сами по себе очень позитивные, поэтому нам хотелось сделать танец более живым, веселым. И гости у нас будут, в основном молодежь, хочется, чтобы им было весело и приятно. А вот примеры оригинальных танцев из сети интернет. Напоминает американский выпускной, не правда ли? Не менее популярны среди молодежи свадебные танцы в стиле Харлем Шейк. Тут уж кто на что гораст. Зато все гости вашего торжества в пределе. Красноярские же хореографы сходятся в одном. Современный свадебный танец должен быть нежным и зажигательным одновременно. Экспериментируйте. Хороший хореограф вам в помощь. Продолжение следует...